сейчас мы находимся в подсобном помещении в дворовой пристройки которая была в свое время закрыта лет 30 назад и сейчас вот только через крышу видите я выпилил доски снял шифер сюда пробрался стена повалилась на бок тут тоже все с наклоном а с большого двора сюда тоже зайти невозможно дверь придавлена и там все в принципе уже развалился вот эта балка может мне сейчас и на спину лечь у нее опоры нет справа но мы посмотрим что здесь находится вот сразу мы видим алюминиевый чайник ремень но наверно цитиральной машинки судя по диаметру положим его сюда с крышкой вполне исправной немятый с эбонитовой ручкой молодое поколение наверное не знает что такое эбонитовая ручка вот смотрите отличный чайник тут же лежит 2 под ногами чайник без крышки это пятилитровый если не ошибаюсь армейский у нас в армии были такие чайники огромные рубероид у нас да вот кстати ступа ступа в нее засыпали зерно и пестиком диаметром где-то 10 сантиметров и длиной где-то метр двадцать мололи зерно перемалывали в муку вот она ступа кстати баба ягана такой ступе летала в русских народных сказках так тут у нас лежит какой-то ящик красного цвета непонятно не то ржавчины еще что тут соль соль лежит ящик соли вот какие запасы делали деревенский ящик знил а сэр целый и бутылочки вот она в то время водка стоила 287 с 3 рублей 13 копеек давали сдачи чуть позже она стала 362 дальше еще чайник железный гниет лежит так и что там у нас внизу а внизу у нас кирогас заправлялся керосином там были фитили и вот на этом оборудование готовили не провалиться готовили пищу так тут что у нас а вот это какой-то станок бывший до планки с выемкой так скорее всего это ткацкий станок и наверное в свое время готовили какую-то грубую крестьянскую ткань такая ты что у нас точно это остатки ткацкого станка остатки ткацкого станка так что у нас тут еще виллы лежат какой-то ящик четвертый чайник четвертый чайник вот доставим а кирогас регулятор подачи фитиля фитили здесь были очень широкий сантиметров 7 еще тут должны быть опоры и вот так кружок сверху и сверху ставилась кастрюля чугун готовилась пища тут видим их хранилось зерно или комбикорм так а вот там дальше мы видим чугун вот они в рядачик стоят три чугунка далее там стеклянная огромная бутыль а вот вторая так что здесь кастрюля большая ну и вот у нас бутыль вот из такой бутыль в фильме свадьба в малиновке бандит гретьян атамана таврического пил самогон в горилку ну бутыль мы конечно возьмем и те тебе возьмем так это пустой это пустая так это рамы а так он а что лежит у нас в ящике так а ящик то отбит жестью со всех сторон уголки оббиты жестью ничего больше интересно нет а вот еще вот он висит лампа непонятно какая краска у нее была она уже так окислилась ржаветь начала все тут сверху видно наверное цвет черный или темно зеленый был с фонарем с такими лампами ходили вплоть до сороковых годов ну все все раритеты сейчас мы отсюда отгружаем потом еще будет 2 серия все я думаю и вам покажу в каком состоянии как они будут выглядеть уже при дневном свете в чистом состоянии далее . . . . . .